Так, я посмотрела концовки, блин, а я не в полный экран играла, да? Короче, на самом деле все сводится к тому, что можно отдавать рыбу пилу и можно не отдавать, но в какой момент я выбирала? Наверное, вот это, я когда ее спасла. Стримлеры же миллионеры, но это настоящие стримлеры, а я не настоящий. Ну, тут можно попробовать другой вариант, кстати, посмотреть. Не стоит благодарности. Еще как стоит. Это напомнило мне о конфетах, которые я приготовила для праздника. Если заглянешь ко мне, то я с радостью дам тебе. Было бы неплохо. Дам конфеты. Так, ну, тут будет все. Короче, если не... Я тут раз пошла сама в пещеру к этой самой, как ее там зовут, к Моке, можно не идти и не отдавать детеныша рыбопилы. И тогда идет как бы другая ветка развития, потому что по-другому идет уже все, как я поняла. Ну, как бы не совсем все. То есть у меня же, когда я попыталась не потратить конфеты и замутить Тай, то у меня там само затриггерилось событие с двумя девчонками. Я уже ничего не могла сделать. Главное, самое смешное. А, еще, кстати, я нашла про эти... Я их называла жемчужинами, но это баблс, пузыри, и они просто для достига. То есть их семь штук можно найти, но они ни на что не влияют, кроме твоей самооценки. Так, а теперь, блин, мне не очень хочется много проскипывать, но теперь придется много проскипывать. Ну, тут я тоже могу другой вариант попробовать. Я найду его для тебя. Твоя готовность помочь кажется мне подозрительной. Ты, случайно, не одна из его фанаток? Что? Косаток? Вообще-то я дельфин. Косатка пишется через О. Нет, фанаток. Это совсем другое. Нет, ни про каких фанаток я не слышала. Ладно, проехали. Ты хочешь помочь мне или нет? Хочу. Тот факт, что ты не подписана на канал моего друга, не так важен сейчас. Поэтому я был бы очень тебе признателен за помощь. Я в деле. Спасибо, я очень надеюсь, что с ним все в порядке. Так, надо его найти. Не даст, но даст конфеты. Но в этом прохождении она должна дать не только конфеты. Здорово. Блин, он ушами шевелит. Блин, этот перевод, конечно. Все, пока. Существует ли более жалкое зрелище? Так, что я тут раз отвечала? А, я отвечала, ты можешь провести день со мной, можно ответить, ты хороший друг. Ты правда так думаешь? Это немного поднимает настроение. Спасибо тебе. И теперь, размышляя над твоими словами, я начинаю переживать за Джора, который пошел в ту пещеру совсем один. Я должен пойти за ним. Как насчет того, чтобы снова поболтать по окончании съемок? Ну, это было. Номер. Нафига мне постоянно говорят, что я могу им позвонить, но я никогда не могу им позвонить. Привет, Анжела. Блин, сорян. Вот это, об этом я и говорила. Сильно громко вам было. Блин, жесть. Вроде у меня сильно громкие звуки должны глушиться. Ну, у меня телефон больше не закреплен на подставочке, а просто стоит. Как будто что-то в игре умерло. Ай, блин. Надо телефон скотчем приматывать к подставке. Вообще, я, честно говоря, не думала, что так быстро его свалю. Я, конечно, думала, что это когда-нибудь произойдет, но чтобы это буквально вот прям сразу же произошло. Такое себе. Я не могу в пещеру зайти. Нет. Так, я теперь должна пойти к конькам. Вроде бы, да. Она мне даст конфет и предложит попозже прийти, по-моему. Так, ну, можно к нашей подруженце заглянуть. Чисто пообщаться с ней. Не знаю, на что я время трачу, конечно. Нет, такой диалог был. Но, мне кажется, на каком-то этапе можно еще к ней прийти, и она что-то другое скажет. Тут, кстати, есть где-то этот пузырик вроде бы можно найти. Но я что-то как-то не особо вижу. А, вон вижу. Что за фраза. Так, а если у меня есть рыба, я могу все-таки ей что-то еще срезать? Вот того чела, например, за водорослями. Я знаю, кто похищает вас. Ничего не говорить. А, если я ничего не говорю, то я и не пройду, да. Блин, почему он тут тусит, если я не могу до него добраться? Это издевательство надо мной. Я требую открыть доступ ко всем зверям. Бетховена на хинкале. Эх, так, ладно. Так, там. Не знаю, стоит ли собирать эти жемчужины. Я, по-моему, 7 штук все равно не наберу. И зачем мне это? Ради сраного достига. Ту-ту-ру-ту-ту-ту-ту. Так. Ай, нет, не зависай, пожалуйста. Нет. А-а-а. Вот, вот это достижение с вопросиками. Это тип найти все эти штучки. Можно с альбикой попасть на свидание. Тай. Бывалый рыбак сходить на свидание с каждой девушкой. Приз. Ну, приз мы даже не видели. Блин, а что с этим челом за достик? Я так понимаю, что можно этих двух, типа, свести между собой. Потому что у них там какие-то вайбы присутствуют. А, блин, я же должна была к ней зайти. Я куда-то начала упираться наоборот. А, я еще хотела про других рыбок почитать. То, что у меня там открылось. Твердолобый морской сом является представителем отряда самообразных, обитающих в северо-западной Атлантике и Мексиканском заливе. При получении ранений он выделяет особые химикаты, а если ранены были его собратья, то он проявляет заботу по отношению к ним. Вдобавок стоит отметить, что самцы берут на себя ответственность за будущее потомство, вынашивая икру в своих ртах в инкубационный период. Блин, а почему у меня морской сом даже выше, чем первое знакомство? В чем прикол? Ну ладно. Парусник альбика. Или альбика. Атлантическая рыба-парусник имеет перламутровый синий окрас и обитает в водах Атлантического океана и Карибского моря. Исследования от 1920-х годов показали, что эта рыба может достигать скорости до 69 миль в час. 111 км в час. Но более современные данные говорят о том, что парусники не могут преодолеть отметку и в 22 миль в час. 36 км в час. Что? Что они там делали в своем этом 20-м году, что насчитали 111 км, если 36? Как это можно было? Судя по всему, такие вещи довольно трудно измерить правильно с первого раза. Ну а как понять, за один стрим прошлась? Типа на одну концовку? Да, но тут же их это... 7 штук концовок или даже больше. Та-ра-та-та-та-та-та... Морской огурец. Класс беспозвоночных, имеющий продолговатую форму и отчасти напоминающий огурец. Виды, употребляемые в пищу, носят общее название трепанк. Подводные бездельники. Трепичники могут оставаться на одном месте до 64-х часов, при этом совершенно ничего не делая. Е-е-е, я трепичник. Так, ну это было... Так, и у нее сон красоты, да? Блин, чего мне опять что-то прожимать лишнее? Да перестань так делать, пожалуйста! А, телефон. Алло! Так, это он говорит, что надо спасать. Бла-бла. 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 Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так. Бла-бла. Бла-бла. Так, ну я хочу концовку тать, поэтому мы сначала... Оставить конфеты себе. Ну, а сейчас он опять обидится. Это все было. Наверное, будет какой-то момент, когда я реально буду им звонить. Прости, что заставила тебя ждать. Мой перерыв на сон закончился, так что теперь я вся твоя. Прекрасно, скоро буду у тебя. Блин, я, может быть... Да, боже... Сейчас, погодите, кое-что сделаю. М-м-м-м... Так, я вернусь... А, нет, я зря это сделала, я теперь не смогу ходить. Или смогу? Да, смогу, но мне так неудобно. Блин, я все равно с ней столкнулась. Так, ну... Я так понимаю, все равно сейчас будет опять эта история с тем, что у меня оказались не конфеты. Я пойду в эту пещеру с ней... Ай, да не пропускайся. Не надо. Все. Да, перепутали подарки. Блин, надо опять посмотреть, какая кнопка там пропуск включает. Вроде тап. Вроде тап. Тап включения перемотки, понятно. Тап включения перемотки. Есть смысл сразу в пещеру идти или нет? А, блин, кстати... Я вообще не знаю, стоит ли пытаться сделать этот достик найти. Я все равно какую-нибудь забуду точно. А, по-моему, тут еще на локации есть. Надеюсь... Доброе утро! Так, а куда теперь? Сейчас меня там будут ругать, что я ребенка не отдала, наверное. Да, вон они вдвоем теперь стоят, лоу. Вообще-то свинство обещало вернуть и не вернуло. Что это за человек-то такой? Что за женщина стоит там? О, наша вайфу. Гляньте, какой у нее цвет волос кайфовый. Глаза зеленые. Ты никак не могла отдать моего драгоценного малыша в руки какой-то незнакомки? Ты никак не могла подвергнуть жизнь моего солнышка такой угрозе. Ты никак не могла этого сделать, правильно? Ля. Так. Ну, конечно, купальник у нее... Купальник у нее закрытый, но я понимаю почему, если бы он еще был открытый. Женщина мечты. Если бы могла, то я не уверена, что твоя мать простила бы меня за то, что мне следует сделать с тобой. Ой-ой, да это же тетушка Моки, если бы только я принесла ее кузену чуть раньше. Лучше во всем разобраться до того, как Мока станет кормом для планктонов. Вот ваш мальчик, простите за задержку, мы устроили небольшую экскурсию. Принес посылку для вашего мальчика. Принес посылку с вашим мальчиком. Мамкин купальник. Я смотрю, ты разбираешься в мамках. Может, ты еще и дотер? Я отпускаю ребенка, который неохотно подплывает к своей матери. Мой сладкий пилоносик, чудо мое любимое, хвала Киану, с тобой все в порядке. Блин, она слишком помешана на ребенка, мне кажется, у нас не может быть нормальных отношений. Точно, мне следует представить вас друг другу. Иния, это моя тетушка Приз. Приз, это Иния, пила рыба Приз. Иния, спасибо тебе за то, что в полной целости вернула моего сына. Я рада встретить кого-то, умеющего присматривать за детьми. Тебе явно есть чему поучиться у этой девочки, Мокко. Не стоит благодарности, с вашим сынишкой было совсем нетрудно поладить. В действительности, я просто помахала им пару раз, чтобы срезать водоросли, а все остальное время носила его под плавником. Но думаю, ей не обязательно знать об этом. Что важнее всего, ты не могла знать заранее, заслуживает ли эта девочка доверия. Я уж молчу о том, что она могла запросто съесть его. Не сочти за труд объяснить, что заставило тебя проявить столь невообразимое безрассудство. Конфор Алекс, верю на слово. Ну, такой красотке просто невозможно отказать. И так как сегодня день святого Валентина, я надеялась таким образом получить шанс на свидание с ней. Юная леди, ты наказана. Я сама пойду на свидание с ней, сейчас скажет. Но ты не можешь так поступить, я уже взрослая, причем ты даже не моя мама. Ты подвергла моего малыша смертельной опасности, и это после того, как я доверила его тебе. Тебе стоит быть благодарной за то, что я не сделала из тебя суповой набор. Да, мэм. Полагаю, Мока выбывает из списка кандидатов на свидание, по крайней мере все остались живы. Вернемся к тебе, Иния. Видимо, я слишком рано обрадовалась. В жизни бы не подумала, что когда-нибудь стану шашлыком или попаду в суп. Интересно, она станет добавлять плавники в блюда? И какие специи она будет использовать? Экоактивистов нигде не видно, так что придется мне смириться со своей участью. Как же она хочет попасть в суп. Хинкальный король. Иния, ты слушаешь меня? Почему ты вдруг решила, что взять чужого ребенка – хорошая идея? И что именно ты делала с моим малышом? Я во всех подробностях объяснила, зачем мне понадобился ее ребенок, при этом стараясь звучать как можно более убедительно. Странно, не могу представить, как такая идея вообще может прийти кому-то в голову. В следующий раз используй осколок стекла или любой другой острый предмет. Используй свои зубы, если потребуется, поняла? Конечно, мэм, я приношу извинения за то, что доставила вам столько беспокойства. Ну уже теперь все в порядке. В конце концов, зубки моего крохотулика нисколько не повредились. Боже, небось и свидание с ней будет с участием моего ребенка проходить. Вот уж. Крохотулика серьезно с меня достаточно. Вдруг малыш резко вырывается из материнских объятий. Я мог мириться с малышом, потому что технически в твоих глазах я всегда буду ребенком, вне зависимости от возраста. Но крохотулик уже ни в какие рамки не лезет. Дай мне сохранить хоть каплю достоинства, мама. Солнце, да у тебя целый океан достоинства. Я никого так не люблю, как тебя, рыбонька моя. В этом и проблема. Для тебя я скорее бесценный экспонат, нежели живое существо. Он ушел. Мать ребенка настолько шокирована, что может лишь молча наблюдать, как ее сын уплывает прочь. Молодец, пацан. Что же мне делать? Какой урок я должна ему преподать в таком случае? Разумеется, он независимая личность и все такое, но бросать меня вот так просто недопустимо. И что самое главное, я не могу позволить ему пострадать. Что, если я пойду за ним? Хм, а ведь ты ему понравилась. Возможно, тебе удастся переубедить его. Ладно, думаю, это неплохая идея. Только, пожалуйста, побыстрее. Я не вынесу, если с ним что-то случится. Отлично, я займусь этим. Я догоню его за считанные секунды. Знаешь, я тоже могла за ним пойти. Ну уж нет, нас с тобой все еще ждет очень долгий разговор. Не следовало мне ничего говорить. Так, а тут... Почему ты идешь за мной? А ты почему убежал? Ты сама все слышала. Мама в последнее время сильно перегибает палку. Она слишком цепляется за меня, потому что больше у нее никого нет. И не хочу, чтобы я была одинокой, но иногда мне трудно все это выдерживать. Думаю, тебе стоит сказать и это самому. Я уверена, что она все поймет. Я бы сказала, но, очевидно, это расстроит ее. Более того, разве сегодня не тот самый день, когда одинокие рыбы чувствуют себя еще хуже? Мне больше нечего добавить. Хотя нет, у меня появилась мысль, почему бы тебе и не составить моей маме компанию? Рыбонька-пилочка. Ага, конечно, в гробу я видела ее компанию. Блин, а что так? Что так? В смысле? Нет, давай. Да, я обязательно подумаю об этом. К сожалению, малыш совсем не обрадовался моему ответу. Почему так не уверена? Думаешь, что ты слишком хороша для мамы? Ну, как хочешь. Ты злая, некрасивая и пахнешь как рыба. О, боже. Все мы пахнем рыбой. Нет, только ты. Все могло пройти лучше. Но я так понимаю, это из-за того, что там я выбрала... Ну да, это из-за того, что у меня технически должно быть свидание сталь. А свидание у меня должно быть, потому что я конфеты оставила. Если бы я отдала конфеты, то я бы могла сейчас с мамкой замутить. Они же рыбы. Похоже, мне придется снова идти за ним. А можно маме пожаловаться, что ее сын сказал, что я воняю как рыба? Ладно, и куда пошел этот сорванец? Я даже не знаю его имени. Малыш Пила! Стоп, он убежал из-за того, что к нему относились как к маленькому. Так не пойдет. Юный мистер Пила! Привет, на твоем месте я бы этого не делала. Воу, а ты кто? И Альбика. Ну тут сейчас идет то же самое, только тот раз я искала... Ну я просто пришла. А теперь я типа его ищу. А, тот раз я ракушки искала. Так зачем ты кричала про какую-то пилу? Ты насмотрелась у жастиков? Кстати, говоря про ужас, я недавно видела рыбу, у которой пила вместо носа. Видимо, тебе нужна именно она. Да, и куда же она поплыла? К сожалению, я ориентируюсь в пространстве так же плохо, как слежу за своей осанкой. Так, ну тут про подругу, это я все знаю. Теперь мы вместе будем бегать. Да. Перезагружайся. Нет уж. Мы должны все концовки посмотреть. Ну, Тай Секси, ты забыл, что у нее колготки в сеточку? Только она очень самовлюбленная. Хотя... Якорь мне в жабре. Меня только что чуть не съели. О чем ты? Кто хотел тебя съесть, рыбопила? Вот он, вооружен и опасен сквозь слезы. Мамочка, прости меня. Он тоже испугался, что ли? Я не хочу умирать здесь, я еще слишком молод. Ты испугалась плачущего ребенка? Издалека он казался гораздо страшнее, и он преследовал меня. Очевидно, он хотел попросить о помощи. Все в порядке, я о нем позабочусь. Заметив меня, малыш поспешно вытирает слезы. Иня, ты пришла за мной после всех гадостей, которые я тебе наговорил. Ну, конечно, я бы не позволила тебе пострадать просто потому, что ты вел себя немного грубо. Спасибо, мне так жаль. Ты очень добра, мне не следовало говорить тебе такие вещи. А разве ты сказал что-то плохое? Лично я уже обо всем забыла. Нет, я помню, он сказал, что ты воняешь как рыба. Должно быть твоя мама сейчас сидит как на иголках, и дело здесь совсем не в морских ежах. Ты права. Спасибо, что помогла с поисками. Желаю вам обе им хорошо провести время. Могу сказать тебе то же самое. Подходя к выходу, я кое-что вспомнила. У меня все еще остался подарок Феля, а у нее остался мой. Может мне следует вернуться? А, у меня теперь есть выбор. Наверное... Блин. Так, давайте посмотрим. По-моему, если сейчас не вернуться, то у меня будет пососная концовка. Самая пососная. Самая пососная. Один сын, как и заказывали. Ох, мой сладкий Мау... Хым-хым. Мой любимый мальчик, хвала Тритону, Протею и Салации, что с тобой ничего не случилось. Прости меня, мама, мне не следовало вот так убегать. И мне не следовало тебя так принижать твое достоинство. Обещаю, что с этого момента буду стараться не использовать столь унизительные для тебя прозвища. Мать с сыном заключают друг друга в теплое объятия. Большое тебе спасибо, Инея. Сегодня ты заслужила мое уважение, что не так легко сделать. Так что, если захочешь немного подзаработать... Что? А, нянькой? Да я с удовольствием разрешу тебе стать няней моего сына. Все равно предыдущая не справлялась со своими обязанностями. Я только зам. Можете звонить мне в любое время. Тогда договорились. Пора нам идти домой. Береги себя. Вот ведь скумбрия я надеялась, что это позволит мне пойти на свидание с Прис, но что-то явно пошло не так. По крайней мере, теперь она счастлива. Это тоже хорошо. Эй, Фелли, что случилось? Полагаю, она не в настроении разговаривать. Дышит так, будто скурила тонну морской травы. Как кто-то с такими короткими плавниками может плавать так быстро? Думаю, здесь дело скорее в выносливости, чем в плавниках. Какая медуза ее укусила? Фелли подарила мне конфеты, но потом вдруг психанула. Она сказала, что отдала мне не тот подарок. Странно, ведь сегодня все в первую очередь дарят друг другу конфеты. Лично мне это показалось милым. Ох, это произошло из-за того, что я не посчитала нужным вернуть Фелли морской огурец. С другой стороны, чем больше я думаю об этом, раз и справедливо было вот так убегать, мы с ней договорились провести этот день вместе. А теперь я осталась без пары, и это с учетом того, что я даже не пожаловалась на ее подарок. С такими нянями. Наша девочка по девочкам, так что... Не расстраивайся, в море еще много рыбы. Да ну, что-то я не вижу здесь никаких рыб. Это образное выражение. В этом случае розовый дельфин тоже считается за рыбу. Ты правда готова пожертвовать своим временем ради меня? Я ничем не жертвую, если сама хочу это сделать. Мне приятно это слышать. Я с удовольствием проведу этот день с тобой. Я могу сказать то же самое. Но сначала нам нужно решить один маленький вопросик. Она собирается к нам присоединиться? Отличная новость, чем больше, тем лучше. Забудь Иния, она извращенка. Не суди так быстро, она крутая. Это мы еще посмотрим. Если ты хочешь быть вместе с Иней, тебе нужно достаточно зарабатывать. Что позволяет тебе быть финансово независимой? Я консультант-фотограф. Какой консультант, блин? Пусть будет консультант. Да ну, и кого же ты консультируешь? А должно быть что-то определенное? Тогда я консультирующий консультант. Что это за чушь такая? Я консультирую других консультантов и объясняю им, как консультировать лучше. У меня не застревает машина. Больше похоже на скороговорку, чем на реальную должность. Ты врешь мне, не так ли? Ну да, я просто подумала, что консультант звучит круто, так что решила сказать это. Вместо этого тебе нужно говорить правду. У меня сложилось впечатление, что ты очень пассивная личность. Ты можешь доказать, что способна хоть иногда не зависеть от других? Довольно странное обвинение. Я проявила инициативу, когда выбирала свой прикид и спасала Фелли. Ну ладно, я не хочу. У меня сейф давно был, так что я не хочу уханнуться. Фелли это еще кто? Другая девочка, которую я встретила сегодня, она потерялась в пещере. И я самоотверженно попросила инию помочь мне найти ее. Блин, походу это было... Ну ладно. Значит, ты все же решила положиться на кого-то другого. Но, по крайней мере, ты знаешь свои пределы. В этом случае позвать на помощь лучше, чем пытаться сделать все по-своему. Наверное, мне есть чему поучиться у тебя. Стоп, почему мы говорим обо мне? Это ведь ты проходишь тест. Как бы то ни было, настало время для последнего вопроса. Очевидно, что ты больше любишь брать, чем давать. Но сможешь ли ты привнести что-то новое в жизнь инию? Думаю, я смогу, не смогу. Смогу. И не из тех, кто любит активное времяпровождение, но со мной и со мной может быть скучновато. Однако я все равно делюсь своей точкой зрения и действую в соответствии со своими принципами, когда это возможно. Разумная самооценка, мне это нравится. И тот факт, что иния привела тебя сюда по своей воле означает, что ты для нее не такая уж и скучная. Я позволю вам провести этот день вместе. Класс. Веселитесь и все такое. Так чем бы ты хотела заняться? Хотя нет, наверное, мне стоит предложить что-то самой. Я знаю одно хорошее местечко. Юная натуралистка. Юная натуралистка. Серьезно, как вообще можно не любить этих существ? Ну, кстати говоря, судя по этой концовке, это, ну, типа, норма тема. То, что они открыли в себе общий интерес и сама иния любит всем помогать и все такое. Ну, типа, все остальные концовки, они все выглядели как-то стремновато. Ну, хотя, не знаю, с мукой, может быть, плюс-минус норма была. Морские огурцы выглядят как песеные. Ну... Что поделать, ты не можешь выбирать свою внешность. Концовка Альбики. Ты-ти-ри-ри-ты. Блин, ну ладно. Подождите. Что такое? Фелли, мы случайно обменялись коробками, когда споткнулись. У меня с собой есть подарок для Альбики, так что держи. Я вручаю коробку, в которой прописался морской огурец. Ох, большое тебе спасибо за то, что предупредила. В таком случае я тоже должна кое-что тебе вернуть. Вот и чудненько, спасибо. На этом все. Веселитесь вы двое. Альбик, это тебе. Ммм, как неожиданно и приятно. Что же это может быть? О, нам не показали, как они... Ну, типа, тот раз нам показывали, что они посрались из-за огурца, а тут ничего не показали. Под водой все похоже на пень. Рядовой купидон миссию выполнил. Ты говорил про кролика, кстати. Наконец-то конфеты у меня. Можно спокойной душой возвращаться к Тай. Ох, нас сразу перекинуло к ней. Еееей, концовка Тай. Еееей. Тай, мне удалось вернуть твои конфеты. Ну, наконец-то. Теперь попробую их. Сейчас? Да, прямо сейчас. Следую ее команде, я закидываю в рот одну из конфет в форме сердца. Ммм, сладко. Блин, как должно было быть. Очень сладко. Даже тошнотворно сладко. Кто вообще добавляет столько сахара в конфеты? Очевидно, что конфеты должны быть сладкими, но это уже перебор. И, что скажешь, вкуснятина. Хотя, сладко. Ммм, сладко. Кто этот перевод делал? А он стримеры? О боже, нет, почему? Блин, может глянуть, как это на английском выглядит? Хотя слово говнятина подошло бы куда лучше. Да блин, ну не надо, но и даже если они слишком сладкие, не надо их так оскорблять. Рада слышать, к твоему счастью, у меня их еще много. Заходи ко мне и не стесняйся. Подожди немного, перед этим нам нужно решить еще один вопрос. Она такая недовольная, посмотреть на нее. Это совсем не то, что я себе представляла. Не беспокойся, мне тоже не по кайфу находиться здесь. Я лишь хочу убедиться, что я достаточно хороша для Инии. Разве нет какого-то другого пути? У меня есть право на свободу выбора, знаешь ли. К тому же, кто дал тебе право быть судьей? Кто сказал, что ты достаточно хороша для Инии? Да я ее лучшая подруга уже много лет, уж кто-кто, а я имею право. Давайте не будем ссориться, это не займет много времени. Ладно, первый вопрос. Чем ты зарабатываешь на жизнь? Мне нужно знать, сможешь ли ты финансово обеспечивать ее. Ты хоть понимаешь, что это просто свидание и не собираешься жениться на ней? Блин, ну хоть кто-то говорит, типа, разумные вещи. Что за дебильная проверка и вопросы про обеспечивание? Типа, как будто реально... Да даже если бы они женились, с какого хера она должна ее обеспечивать? Пока не собираюсь. Ага, значит, такая возможность все-таки есть. Знаешь, все это начинает становиться веселым. Теперь я понимаю, почему Иния с тобой дружит. Странная реакция. Видишь ли я? Стримерша! Медсестра! Ну, мне кажется, медсестра, типа, она ее спалит на том, что она врет. Звучит вполне правдоподобно. Полагаю, рыбам вроде тебя трудно найти другой способ заработка. Амурант, блин. Идем дальше. Есть ли у тебя какие-нибудь таланты? Это следующий вопрос. Ну, конечно, есть. Я умею делать массаж, готовить конфеты. Готовить конфеты. Я уже подарила Инии коробку домашних конфет, так что это чистейшая правда. Буду с тобой откровенна. Это замечательный талант. Я не ожидала от тебя чего-то подобного. Как бы то ни было, остался последний вопрос. Можешь ли ты назвать себя заботливой? Очевидно, у тебя уже есть мнение на этот счет. Поэтому мой ответ ничего тебе не даст. Это не совсем так. Я все еще не могу дать тебе окончательную характеристику. Если так, то я заботлива. Люблю только себя. Мне кажется, она любит только себя. Скажу честно, в моей жизни нет никого важнее меня самой. Знаешь, я могла бы отнестись к этому с пониманием, если бы ты не была так самодовольна. Но ты не так безнадежна, как я думала в начале. И поэтому ты можешь пойти на свидание с Инией. Наконец-то. Так теперь ты оставишь нас наедине? Я как раз собиралась уходить. Веселитесь и все такое. Что ж, давай насладимся этим свиданием по полной. Нам еще многое нужно узнать друг о друге. Мне кажется, она маньячка. Ммм. Воу. Ну гляньте, какая она секси. В конце концов, старания Инии были вознаграждены. Тайя не только пригласила ее к себе домой, но еще и предложила посмотреть кино в комфортной обстановке. Иния доказала, что она интереснее и романтичнее любых фильмов по телевизору, заслужив при этом безраздельное внимание Тайи до конца вечера. Блин, ну хоть какой-то концовке они поебались очевидно. Концовка Тайи. Концовка Тайи даже звучит немного по-другому как бы. Иния такая довольная тут. Так, ну это нет смысла грузить. Нас там сразу выкидывает. Значит, вот этот сейф остается. Бросить конфету крабу. Вот, подавись. Так, ну тут будет то, что мы уже видели. Я свободен. Вроде их как-то можно помирить, но как? Так. Типа есть же какой-то скрытый достик с ним. Концовку с крабу. Так. Ну, она говорит... Пиу-пи-пиу. Ух... Пи-пи-пиу. Пи-пиу-пиу. С теми жемчужинами дурацкими даже еще нельзя посмотреть, сколько их у тебя есть. С теми жемчужинами дурацкой. Так, а тут я забирала пузырик жемчужин. Ну, сейчас она нас обидится, потому что мы отдали конфет мудаку-стримеру. Нужно поискать себе другую пару. Может сейчас, кстати, к друженце сходить, пожаловаться ей, что жизнь несправедлива. Блин, зря автор не сделала какие-нибудь скрытые проходы в этих локациях, было бы прикольно. С какими-то секретиками. Возможно, какого-то скрытого персонажа. С другой стороны, все равно об этом бы все прочитали в гайде. Но все равно, какой смысл делать все эти лабиринты, если они практически никак не используются. Совсем не то, что в Юменике. Блин, нет. Опять тот же диалог. Я думала, он будет меняться. Зря перлась сюда. А тут не будет ничего нового. Персонаж Семен Семеновича с голубцами. Ну, конечно, блин. Вам только подавали голубцы. До хинкали. Так, ну сейчас тут будет тот же самый диалог. Так, а сейчас она тоже скажет, что с его матерью не хочет на свидание идти или нет? Интересно. Или в этот раз она скажет, что хочет? Нет, она все равно говорит в гробу. Я видала ее компанию. Блин, что за жестокость? Такая красивая женщина. У кого купальник? А, у мамаши? Ну, потом тогда. Ну, вообще, я уже показывала. Ахм. Отходи, он не спрашивает, куда. Но у неё закрытый купальник. Там просто в открытом пришлось бы 21 плюс ставить на игру. Субтитры сделал DimaTorzok Пусть я все глушом ходит. Но мне, кстати, в одежде некоторые нравятся больше, чем в купальниках. Так-то им и купальники не нужны, они же просто рыбы. Так. 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 Ой, кстати. Где у них жабры? Ну, они, по крайней мере, говорят про жабры. Волосами прикрыты. Тут, кстати, по-моему, ни у кого ушей не видно под волосами. Блин, я что-то пропустила. Так. Все нормально. Я понимаю, что таким образом ты пыталась выразить свою любовь. Но ты заслуживаешь проводить время и с другими рыбами. Например, с иней. Я выразить не могу, насколько ничтожен для меня вопрос возраста. Ого, это было довольно смело с твоей стороны. Более того, я и сама не против этой идеи. Если Мока согласится присмотреть за моим мальчиком, ты две секунды назад говорила, что Моке нельзя доверять, и тут же готова с ней ребенка оставить, чтобы пойти на свидание. Ну, ты, конечно, и двуличная. Присмотреть за моим мальчиком, то я с радостью проведу сегодняшний день с тобой. Вот и чудненько. Конечно, я посижу с ним не то, чтобы у меня были варианты получше. Бедная Мока. Просто поверить не могу, что моя родная тетя увела у меня подружку. Бедняга. Тем не менее, есть один вопрос, который нам сперва надо уладить. Оу, так у нас будет трудничок. Женщину, побойтесь бога. Милл Хантер. Нет, никакого трудничка не будет. Мне нужно убедиться, что ты подходишь для Ини, и после этого я оставлю вас в покое. Ах, так ты ревнивая бывшая. Хватит вопроса, здесь задаю я. Поэтому слушай и не отвлекайся. Очень странно, но ладно. Чем ты занимаешься, чтобы зарабатывать на жизнь? Ты выглядишь взрослой, поэтому меня больше беспокоит. Сможешь ли ты обеспечивать Инию в том числе? Конечно, смогу, ведь я хирург-костоправ. Блин, я не знаю. Хирург. Вау, серьезно? Это же потрясающе. Нет, должна признать, что это была ложь. Ты строишь из себя крутую, но ты весьма доверчива, не так ли? Ты солгала мне, чтобы выяснить это? Честно говоря, я до сих пор работаю в этой сфере. И вскрывать других рыб приносит мне настоящее удовольствие. Ладно, это совершенно нормально, нисколько не пугающе. Что в твоей жизни самое ценное? Какой простой вопрос. Самое ценное, что есть в моей жизни, это мой сын. Мой сын! Он для меня как солнышко, свет которого наполняет каждый мой день смыслом. У тебя есть сын? Тогда что ты здесь делаешь, раз ты не должна сидеть с ним прямо сейчас? Этим я занималась всю свою жизнь, а точнее все 365 дней в году, включая Рождество, Ханнуку, Хэллоуин и Первомань. Слово-кастаправ фильмы с Стивеном Сигалом. Выбор между сыном и сыном. У меня была надежда, что хотя бы сегодня я смогу устроить себе выходной. Что ж, это справедливо, прошу прощения. Но если ваш сын занимает столь значительную часть вашей жизни, то найдется ли у вас время для кого-то другого? Скажу прямо, время всегда найдется, вряд ли это возможно. Разумеется, мой сын останется для меня на первом месте при любых обстоятельствах. Но настала пора, когда мне следует задуматься о втором месте. Вероятно, его могла бы занять Иния. Тритон, меня побери, из-за тебя я стала говорить как подросток. Подростки так не разговаривают, поверь мне. Но я думаю, что ты хорошо подходишь, Иния. Поэтому я разрешаю вам пойти на свидание. Спасибо, босс. Веселитесь. Ну так что, тебя когда-нибудь водили на достойный романтический ужин? Оу, не думаю, что это так. Тогда самое время исправить это недоразумение. Позволь мне побаловать тебя. Оу, алкоголизм. Нянька по вызову. В какой-то веке приз позволила себе развеяться, а Иния узнала, что такое изысканное свидание. В тот вечер можно было по праву считать взаимовыгодным событием. Каждая согласилась быть на связи, будь это связь деловая или более личная. Ну, такое себе. Реально, что-то было, только стай и... Ну, короче. Ну, приз, конечно, огонь. Даже фон зеленый с ней. Даже не потрах. Ну, возможно, в будущем, видишь, достижения дают нянька по вызову, а там по вызову может и не только нянька. Девочка по вызову. Так. Так. Да блин, а как все-таки решить вопрос с парнем? Подожди. Подожди. Это самый классный подарок, о котором я когда-либо могла мечтать. Ничего страшного. Они действительно полны сюрпризов. Как замечательно. Хотела бы я показать тебе его, лишь бы ты была счастлива. Это была отличная идея для подарка. Спасибо тебе. Увы, но сама я не додумалась принести хоть какой-нибудь подарок. Мне правда жаль. Не беспокойся об этом. Твоего присутствия более чем достаточно. Сю-сю-сю. Думаю, нам пора идти. Я не хочу быть здесь, когда эта пещера обрушится в четвертый раз. Я не хочу. Не уверена, что понимаю все происходящее, но могу предположить, что этих двоих теперь все хорошо. Мне не следует беспокоить их. Да блин, а как... Блин. Как получить достиг с теми... Ну, короче... Надо гайдж, что ли, посмотреть. Парарам. Пам-пам-пам. Парарам. Пам-пам-пам. О, мать уже свалилась, что ли? Ох, вот и ты, наконец. После того, как мой кузен один вышел из пещеры, я все думала, куда ты пропала. С ним все в порядке? Вполне. Он с моей тетушкой уже пошел домой. Что ж, тогда не хотела бы ты сходить со мной на свидание? Конечно, хотела бы. Но я не могу. Меня наказали, помнишь? Вампиры на стриме? Какие? Приз уже ушла, а мы ей ничего не скажем. Да, но у нее есть свой способ узнавать правду, и после этого из меня точно сделают суповой набор. Ты очень не нравишься, но я не собираюсь рисковать своей жизнью. Ладно, я все понимаю, извини, что принесла столько проблем. Не волнуйся за меня, Джора ведет сегодня стрим, так что я буду в порядке. Лол. Нептун, меня побери. Мока наказана, Приз уже вернулась домой. Фелис с Альбикой хорошо проводят время вместе. Та ненавидит меня за то, что я пожертвовала ее конфеты для спасения Джора. Неужели я обречена провести этот день в полном одиночестве? Может, она на стрим попадет? Погоди-ка. Ну, теперь я в двойном долгу перед тобой. Если тебе понадобится помощь чем-либо, смело обращайся ко мне. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Быстро же ты, что тебе нужно? Ну... Победила дружба. Вместо того, чтобы быть неудачниками поодиночке, Иня и Синус решили провести День Святого Валентина среди друзей. Они развлекались, играя в игры весь день. А почему-то их не покидало чувство, будто Триш и Джора не очень заинтересованы в совместной активности. Плохая концовка. Нормальная концовка, камон. Бонусный эпизод. Что-о-о-о-о-о-о? Получить все достижения. Блин, я не сделала это. Блин, тебе пузыри найти? Ну ладно. О май. Ну она такая недовольная тут. Какого хера? Эти две дуры украшения делали. Ну вот это я понимаю. Секс. Это вообще, блин, какое-то... Блин, это педофильское какое-то свидание. У нее педофильское свидание и свидание с Милфой. Ага, вампиры выжили. Блин, эти вампиры выжили. Всю память жрут. Я в них без стрима-то могу играть на пределе возможностей. Со стримом у меня просто ноут умрет, я думаю. Так, ладно. Вот и наступило мое любимое время года. Лето. Ничего не поменялось. Хотя Валентинов день тоже довольно хорош. В каком вообще сезоне отмечают этот праздник? Эй, Иния. Ты опять повторяешь свои слова для бонусного эпизода? Доброе утро, Триш. Все так, но я еще не успела объяснить, почему лето является моим любимым временем года. Тогда продолжаю. Уверена, что все до смерти хотят узнать это. Ты уже показала всем небольшой спойлер. Да ну и как же это? Посмотри на свою одежду. Именно поэтому я люблю лето. Да блин, в смысле? Это, наверное, только тут добавили купальники. Купальники, а типа до этого были не купальники. Круглый год все носят открытую одежду, выставляя на показ свое тело. А, или наоборот. Однако летом окружающие наконец-то решают немного приодеться. Наоборот, одежду добавили в это. Вместе с этим приходит загадка, неизвестность, предвосхищение. Это так волнующе. Но я тоже считаю, что обычная одежда тут в большинстве случаев лучше будет. Воу-воу, полегче. Разве прошлый день Святого Валентина тебя ничему не научил? Чему это должно было научить меня? Провести тот день с тобой Синуса Маджора было очень весело. Мне лишь нужно лучше постараться в следующем году, чтобы найти себе пару. Нет, ты должна действовать совершенно наоборот. Если у тебя на уме только девочки, то как вышло, что ты никогда не думаешь об их чувствах? Чего их чувствах? Ты провела Валентина в день со мной и теми парнями не потому, что недостаточно старалась. Напротив, это произошло из-за того твоего чрезмерного усердия, которым ты распугала всех вокруг. А вот и нет, если бы только у меня было больше. И не, сегодня мы проведем групповую терапию. Ты стала слишком озабочена. Пуф, это точно не про меня. Кому вообще интересны девушки? Лично я на них даже не смотрю. Ты серьезно думала о том, чтобы купить премиум-подписку на приложение для знакомств? Ты пробила дно, и дальше опускаться уже некуда. Ладно, и что тебе нужно от меня? Я действительно хочу себе тяночку. Блин, что за выражение? Ну, я всегда рядом, знаешь, ты в любое время можешь позвать на свидание и меня. Что-что, я не совсем расслышала. Тебе нужно научиться создавать с другими связь, которая будет крепче рыболовной лески. Со сколькими девчонками, которых ты встретила в течение того дня, ты потом вышла на связь? Ни с одной из них? Все закончилось тем, что они в той или иной степени стали недолюбливать меня. И поэтому мне показалось неуместным писать или звонить кому-то из них. Очевидно ведь, что ты должна извиниться перед ними. Я привела сюда кое-кого. Она хотела бы сказать тебе пару слов. Тайная поклонница? Нет, скорее наоборот. Тайная ненавистница? Я бы так не сказала. Но я все еще не могу поверить, что ты выбросила мои конфеты ради спасения того придурка. В них было вложено так много времени и сил, и я дала тебе их в благодарность за то, что ты выручила меня из беды. Цаточка под пледик. Поэтому твой поступок ранил не только мою гордость, но и чувство. Погоди, так ты злишься на иню не из-за того, что она вертихвостка? Конечно, она ведь дельфин, а не ящерица. Как бы то ни было, я ценю ее отзывчивость. Однако мне не нравится, когда другие не могут быть честны касательно своих желаний. Ладно, но разве тебя не смутило то, что именно она хотела от тебя получить? А кто вообще меня не хочет? Не думаю, что Иня составляет исключение. Как ты можешь быть такой самодовольной? Лично я не хочу иметь с тобой никаких дел. Ммм, какая-то ты злая, может я просто тебе нравлюсь. Ты здесь совсем ни при чем. Иня единственная, кого... Кого я ненавижу меньше всех остальных. Мне не нравится никто из вас. Если я все правильно понимаю, то я пришла сюда за тем, чтобы поговорить с Иней. Так почему бы тебе не помолчать немного? Ладно, Иня, тебе есть что сказать в свою защиту? И что я должна говорить? Мне жаль, что я выбросила твои конфеты, Тай. Но разве они правда важнее, чем чья-то жизнь? Если это жизнь определенной рыбы, то да. Ммм, ситуация не из простых. Я понимаю, почему она ненавидит Джоран, и ведь должен быть способ заставить ее простить этого парня. Он снимает пранки, чтобы заработать, но еще он популярный стример. Точно, он же. Тай, ты ведь тоже не последняя рыба в интернете, верно? Что это еще за вопрос? Хочешь сказать, что ты не подписана на мой фишфанс? Я рассматривала такой вариант, но ей не обязательно знать об этом. Ты заметила изменения в количестве подписок после того, как Джора выложил пранк с тобой? Хмм, тогда на меня правда подписалось много аккаунтов со всего океана. Но я думала, что это из-за моей фотосессии с морским огурцом. Хмм. Дайте ссылку на фишфан. Убери свой телефон, Иня, не надо сейчас на нее подписываться. Ладно. Тебе не кажется, что новые подписчики смогли найти тебя благодаря Джору? В конце концов, ты засветилась на его канале. Может, и не совсем так, как тебе хотелось бы, но все же. Пусть даже он и унизил тебя, но это хорошо сказалось на твоем рейтинге. Разве это не классно? Вообще-то, я бы предпочла заранее обсудить все детали подобного коллаба. Кал-лаба. Но твои доводы кажутся мне разумными. Полагаю, его выходка пошла мне только на пользу. Более того, он теперь мой должник. Мне следует этим воспользоваться. Хе-хе. Иня, теперь я понимаю, что спасти его было правильным поступком. От него больше польза живым, чем мертвым. И поэтому я прощаю тебя. Ты действительно позволишь ей уйти безнаказанной? Эй, на чьей ты вообще стороне? Я на стороне, которая хочет показать тебе, что у всех действий есть последствия. И в каких-то случаях эти последствия хорошие? Дело закрыто. Иня, если хочешь сказать еще что-нибудь хорошее, позвони мне. До встречи. Что это было, Иня? Как тебе это удалось? Удалось что? Я привожу сюда девчонку, чтобы она научила тебя не играть с чужими чувствами. Но в итоге она приглашает тебя поиграть с ее... У меня просто слов нет. Ты что, умеешь промывать рыбам мозги? Правда в том, что я от природы очаровательна и неотразима. Это мы еще посмотрим. Следующая девушка, которую я пригласила, действительно хочет сказать тебе что-то важное. Я сказала, следующая девушка, которую я пригласила, действительно хочет сказать тебе что-то важное. О, так это моя очередь. Всем привет. Да-да, здравствуй. А теперь выкладываем. Точно, Иния. Если бы ты не опоздала, то ты смогла бы избежать проблем. Могу ли я как-то загладить свою вину перед тобой? Думаю, новое десятизначное число в моем списке контактов подойдет в качестве извинения. Что ж, звучит довольно просто, договорились. Есть, но правда тебе не нужно извиняться. Иногда быть наказанной не так уж и плохо. Например, я могла остаться дома и весь день смотреть стримы, при этом не чувствуя вину в пустую потраченное время. Трудно вспомнить, когда у меня последний раз была такая возможность. Помимо этого, в одном из видео была та красотка из пурпурного леса. Она помогла скрасить мой день. Ясно. Как тебе удается заводить знакомство с такими горячими цыпочками? Ты что, выбираешь себе в друзей только уродин? Нет, я просто не знаю, как они выглядят. Ведь я ни с кем не вижусь в жизни. Блин, бедная Хикка. Тогда почему ты так довольна собой? Иди и заведи настоящих друзей. Кто бы говорил, у тебя самой есть друзья помимо Инии? Ах ты. О нет, ты сломала ее. Блин, теперь мне как-то неловко. Видимо, я перегнула палку. Беру свои слова обратно. У тебя есть только два друга, так что вряд ли я намного лучше тебя. А, у меня есть только два друга. А кто ее друзья, кузен и тетя? Ладно, этого достаточно. Я придумала. Раз уж вы обе одиноки, почему бы вам не подружиться? Откуда ты вообще взяла эту идею? Наш с ней разговор не выглядел особо другим. Я думаю, что у вас обеих много общего. Много общего? Пусть и по разным причинам, но вы обе любите сидеть дома. Одной из вас нравится играть в видеоигры, а другой наблюдать за этим. О, фига. Потенциальный стример и ее единственный зритель. К тому же у вас обеих никогда не было романтического опыта. Зачем ты рассказала об этом? Быть не может геймерша. Это типа самый высокий ранг после Готок. Нам нужно иногда тусить вместе. Ты серьезно? Еще как. Я с удовольствием посмотрю, как ты играешь. Но только если это не что-то скучное вроде визуального ноэлла. Конечно, в таком случае ты можешь заглянуть ко мне. Как мило, ты завела подругу. Да. Погоди, какого водяного здесь происходит? Тебе не может и дальше все сходить с рук. Наша следующая гостья определенно не простит тебя. Я в этом уверена. Кто там? Приз? И кто же это? Женщина по имени Приз. Очевидно, что она не будет с тобой сисюкаться, раз в этом замешан ее сын. Дело дрянь. Я сейчас должна быть дома. И не хочу умирать. Мне пора идти. Прости, Иня. Люблю целую. До встречи. Что заставило ее так резко убежать? И куда пропала та женщина? По идее, она уже должна быть здесь. Кажется, я знаю, в чем дело. Простите, что опоздала. Мне нужно было передать сына няньке, но эта бестолковая девчонка не сумела даже дома остаться. Но я только что с этим разобралась. Она хоть жива еще? Ну, конечно, труп не сможет приглядывать за моим малышом. Хотя не скажу, что живу от нее больше толку. О да, это шикарное имя. Тебе конец. Приз, ты ведь знаешь, зачем я тебя сюда пригласила? Да, это касается моего сына. Не я ха-ха-ха. Все именно так. Иня, я победила. Я слышала, что пещера обрушилась, когда Иня побежала за моим сыном. Ты рисковала своей жизнью, чтобы спасти его. Я бесконечно благодарна тебе. Что? Нет, ты ведь не этого хотела. Иня, почему никто на тебя никогда не злится? Потому что я не сделала ничего плохого. Ну уж нет, с тобой явно что-то не так. Я хоть целый реферат могу об этом написать. И читать его можно будет всю жизнь. Вот такой он получится большой. Ладно, тогда скажи, что я сделала не так. Мне просто любопытно. Ты, ээээ, ты вломилась в дом ее няньки. Моя племянница не умеет следить за порядком в доме, так что я не виню Иню за то, что она сочла его заброшенным. Она пыталась похитить твоего сына. Иннии не было известно, что он еще ребенок. Не каждый знает, насколько рыбы пилы большие. Она сделала все это лишь за тем, чтобы использовать вашего сына в качестве инструмента. Сперва это шокировало меня, но я пришла к выводу, что ему было полезно подышать свежим воздухом. Я бы предпочла, чтобы мой сын больше двигался, вместо того, чтобы весь день смотреть эти тупые видео со своей нянькой. Ладно, тогда как насчет того, что Инния сама заставила пещеру обрушиться. Это правда? Инния, не сочти за труд объясниться. Охахаха. Несмотря на то, что ее улыбка совсем не изменилась, приз сейчас излучает невероятно устрашающую энергию. Что ж, возможно, я совершала сомнительные поступки. Но все мы рыбы и морские млекопитающие, все мы совершаем ошибки, не так ли? Мне действительно интересно узнать, почему ты рисковала похоронить моего сына под обвалом. Мы не могли пройти дальше из-за камней, и нового пути спасти вашего сына не было. Что за бред? Все мы умеем плавать, и наземные препятствия никак не могли вам помешать. Надо было просто включить мозги. Стоп, если так подходить к этому вопросу, то ни одно из препятствий в игре не будет иметь значения. Ты хочешь прекратить наш разговор только из-за этого? Это твой шанс, девочка. Разве ты не хотела загнать Иннию в угол? Но не так, чтобы это поставило под вопрос смысл всех заданий в игре. Мы можем представить, что все камни поднялись к потолку. Тогда все должно быть логично, верно? Если бы мы не освободили проход, то ваш сын навсегда застрял бы в той пещере. У нас не было другого выбора. Не могу с тобой не согласиться. Иногда рисков нельзя избежать. В таком случае ты настоящая героиня. Я крайне ценю все, что ты сделала. Слава Тритону! Ты что-то сказала? Разве ты не должна злиться на меня за то, что мне опять все сходит с рук? Нет, это уже бессмысленно. Видимо, все хотят тебя настолько сильно, что готовы простить любой твой косяк. Если вывести тебя на чистую воду так сложно, то, наверное, это изначально не следовало пытаться сделать. Ну, тише. Исходя из плана, у нас все еще осталось две девушки, верно? Может быть, они разозлятся на меня. Но не сдавайся так рано. Триш вытирает глаза рукавом. Ты правда так думаешь? Конечно, они будут просто в бешенстве, и мне придется измениться в лучшую сторону. Ха-ха, уж надеюсь на это. Спасибо за твои слова. Эм, что тут вообще происходит? Она перегорела из-за того, что ей постоянно приходится играть роль серьезного персонажа в истории. Иногда такое бывает. Видимо, ей просто мало платят. Ох, понимаю, жаль это слышать. Как бы то ни было, мое экранное время подходит к концу. Мне пора освободить диалоговое окно. Когда здесь стало так много отсылок к игре? Ты не могла придумать более правдоподобную причину? Ура, ты снова прежняя. Точно, мне пора сходить проверить, не угрожая для моего сына опасности из-за этой непутевой няньки. Фух, это было утомительно. Не знаю, сколько я еще смогла бы продержаться. Не волнуйся, ты отлично справляешься. Даже сейчас я учусь чему-то новому. Смотри, следующее уже на подходе. Ура, я наконец-то добралась. По пути сюда я успела немного заблудиться. Отлично, тогда поехали. Я уже начинаю терять рассудок, так что давай сделаем это все быстро. Конечно, я все тебе расскажу. Ну или не совсем все. Надеюсь, ты не будешь спрашивать, какое на мне сейчас нижнее белье. Ты в купальнике, блин. Ладно, это рассчитано на одежду, а не на купальнике. То есть я сказала бы, но мне было бы так неловко. Ты знаешь, для чего я пригласила тебя сегодня? Это все, что ты хочешь услышать? Конечно, знаю. Разумеется, я здесь для того, чтобы поучаствовать в групповой терапии. Еще один вопрос, чтобы я потом не сходила с ума. Ты знаешь, зачем именно мы проводим эту терапию? Я бы не пришла сюда, не зная этого. Дело касается вызывающего поведения инии. Это необходимо прекратить. Вау, не ожидала, что хоть кто-то отнесется к нашему разговору серьезно, не считая тебя. Возможно, эта терапия все-таки не обречена на провал. Ты можешь рассказать, какой вред нанесла тебе поведение инии? Эм, да? Когда она назвала меня милой, мое сердце чуть не выпрыгнуло из груди, а дышать стало трудно. Мои плавники вспотели, а в животе что-то начало покалывать и еще. Проще говоря, я могла погибнуть. Ох, не думаю, что этого хватит для предъявления обвинений. У тебя есть что-нибудь более существенное? Разве моей смерти недостаточно? Хотя, если подумать, то со мной происходит то же самое, когда я рядом с Альбикой. О, нет, проблема во мне. Может, у меня какая-то редкая смертельная болезнь. Такую глупость действительно редко встретишь, но вряд ли это убьет тебя. С тобой все в порядке. Поверить не могу, что рассчитывала на какой-то результат от нашего разговора. Постой, честно, я хочу помочь тебе с этой терапией. Ты была так взволнована, когда звала меня сюда, что я начала жалеть тебя. Триш была взволнована? Все верно. И нет, ты не сделала ничего плохого мне или Феле. Однако, мы были обязаны прийти сюда, потому что ты совершила гораздо более серьезный проступок. Ты обидела свою лучшую подругу. И мы с Феле не можем закрыть на это глаза, потому что понимаем чувство Триш. О чем ты говоришь? Я делала это, чтобы добиться справедливости для вас, а не для Се. Неужели? Тогда зачем ты пришла ко мне и начала спрашивать, не обидела ли меня чем-нибудь Иния? И сильно расстроилась, когда я ничего не смогла ответить. Разве ты не должна была почувствовать облегчение, если волновалась обо мне? Может, Иния обидела тебя? Но даже если так, то это все равно не оправдывает твои действия. Тебе следует быть честнее с другими, и особенно с самой собой. Как лучшие подруги мы обязаны честно поговорить между собой, уладить все вопросы. Вау, Альбика, ты такая умная и крутая. Сама я не могла объяснить, почему хотела быть здесь, но теперь все стало понятно. Думаю, Триш тоже нужна групповая терапия. Получается какой-то бойцовский клуб. Именно, Фелия, но наша работа здесь окончена. Остальное они должны сделать сами. Да, верно, вряд ли мы сможем еще как-то помочь им. Давай сходим куда-нибудь вместе, ладно? Ты была такой крутой сейчас, и мое сердце опять готово выпрыгнуть из груди. Я хочу провести с тобой побольше времени. Конечно, и я хочу. Нам не так уж часто удается встретиться. Куда бы ты хотела сходить? Ну? Сказав все это, девочки ушли, оставляя меня и Триш в неловкой тишине. В общем, я думаю, что та долговязая могла быть права. Я действительно не была полностью честна с тобой. Мне казалось, что ты воспримешь все более серьезно, если я задействую в этом окружающих. Но мне следовало сказать, что это было важно в первую очередь для меня. Теперь я понимаю, но что именно было так важно для тебя? Когда у тебя не получилось найти пару для свидания, ты решила позвать тех ребят. Несмотря на то, что я тоже была приглашена, мы тусовались лишь как друзья. Я имею в виду, все было не настолько плохо. Оказалось, что у меня и у шастого парня есть много общего. Но сейчас это не главное. Ты так отчаянно пыталась найти себе пару в тот день. Я просто не понимаю, почему ты даже не рассматривала меня в качестве варианта. Ох, дело не в том, что ты мне безразлична или я считаю тебя некрасивой. Ты определенно мой типаж. Каждая девчонка подходит под твой типаж. И то правда. Просто мы уже так долго дружим с ты, и я не думала, что ты захочешь пойти на свидание со мной. Если что, она в игре напрямую говорит, что она не хочет пойти на свидание, если ее вначале спросить. Так что нечего в ее бот. Короче, ты ведь знаешь меня. Я готова на все. Не надо говорить так, будто я для тебя просто запасной вариант. Но по-другому это никак не скажешь. Разве нет? Одно свидание не имеет большого значения. Мы знаем друг друга слишком хорошо, чтобы заниматься такими вещами. Если бы мы сейчас строили отношения, то мы бы начали с чего-то более серьезного. Верно? Так ты не позвала меня на свидание Валентина в день, потому что считала меня достойной чего-то более серьезного. Второе правило бойцовского клуба. Все ходят в голову. Именно так. Хаоса с ней тунцатай, блин. Кринж-переводы. Похоже, она правда тебе не нравится. В любом случае, спасибо, Инния. Этот разговор помог мне разобраться в себе. Я сожалею о том, что не рассказала тебе обо всем с самого начала. Все в порядке. Прости, что сразу не поняла, в чем было дело. Чтобы это исправить, мы могли бы пойти ко мне и глянуть какой-нибудь фильмец. Как друзья или... Тебе решать. Ооо. Ми-ми-ми. Они держатся за ручки. И она тут не такая надутая, как была в концовке с ней. Спасибо за чтение. Пожалуйста. Блин, ну долбаные эти пузыри. Так, что я еще не читала? Пила-рыба-приз. Зеленый пилорыл. Блин, она реально зеленая. Является еще одним видом, находящимся на грани вымирания. Эти рыбы не представляют угрозы людям, за исключением тех случаев, когда они пойманы. Они могут нанести серьезные ранения, защищаясь при помощи своей пилы. Все. Все остальное я читала. И не остается без пары. По какой-то причине Альбек остается совершенно одна. Ну, это, короче, шорткаты, типа, чтобы посмотреть концовку заново. Потому что в галерее ты можешь посмотреть только картинку, а, ну, типа, не текст концовки. Ну, все. Прикольная игру, конечно. Такая стильная. Много смешного. Хотя есть переводный. Так, а, нет, стоп. А я могу? Где был момент про говно-конфеты? Или это не он? Блин, он и не проскипывается. Так. Так, попробуй одну. Они сладкие. Слишком сладкие. Тошнотно сладкие. Кто кладет так много сахара? Так. И... Мне не нравится. Я рада. К счастью, у меня есть намного больше. Блин, она вообще не говорит ничего. Она просто говорит, что они ей нравятся. Они просто это придумали. Они просто придумали про это. Про говно, короче, шутку. Просто ее... То есть, я думала, что она там говорит какое-то слово, но по-другому. А она вообще ничего не говорит. Даже близко. Молодцы, конечно. О, она, кстати, не говорит, что она стримерша. Она говорит... Е-герл. Вообще, это, по-моему, уже как-то это устаревшее что-то. Это какой-то типаж внешности. Хотя, может, это еще как-то используется. А если сказать, что она медсестра? Ты помогаешь людям. Не смеши меня. Не может быть, чтобы я в такое не поверю. На ха-ха. Я думала, стоит попробовать. Понятно. Я хороша в массаже. В основном я использую это умение на самой себе, но я не против им поделиться. Это только первое ваше свидание. Ну-ка, притормози. Я заботливая. Ну, в общем, у меня не часто доходит до таких отношений, но я могу быть очень добра, если кто-то докажет, что стоит моего времени. Ну, думаю, тогда мы не так уж отличаемся друг от друга в этом отношении. Да что? Все, сорян. Мне надо что-то другое придумывать с телефоном явно. Печалька. Ну-ка. Субтитры сделал DimaTorzok Так А, ну кстати Тут написано, что Ей было позволено Не только войти в дом Тай Но и побыть Подушкой для ног По-моему, в русской версии Они это не стали добавлять Субтитры сделал DimaTorzok Ну ладно, все короче Спасибо всем, кто был Не знаю, что дальше Есть у меня одна игра, конечно Примите, возможно, настало ее время Я исчерпала, я хотела точнее сказать, что я исчерпала свой лимит на VL на год вперед Поиграв аж в две Ну, не будем загадывать Спокойной ночи